Начиналось это с того, что мы катались на санках, но рано или поздно это все надоедало и нам нужны были новые ощущения в детстве. Вообще наш экстрим, он начинался с Майдана. Ребята цеплялись за машины зимой. Это наш был экстрим. В итоге мы выросли и уже цепляться было неудобно, так как машины стали обтекаемыми и без бамперов, которые были раньше на семерках, на шестерках. Меня зовут Муталиб Токолаев. Я представляю Федерацию экстремальных видов спорта Чеченской Республики. Также состою в команде Freeride Team. Так как мне повезло родиться в горной части России, для меня горы стали доступными. И поэтому я занялся именно горным истином. Я занимаюсь даунхиллом и уже порядка четырех лет этим занимаюсь. Даунхилл это скоростной спуск с горы на горном велосипеде. Там специализированный велосипед. А также я занимаюсь еще сноубордингом. Сноубординг стал для меня отдушиной от работы, от рутинной работы, которая преследует меня каждый день. На данный момент в Республике пока что нет специально отведенных мест для сноубординга. Поэтому мы стараемся создать эти условия, пытаемся выезжать в разные горнолыжные курорты, а также на разные мероприятия, вообще в разных видах экстрима. И в последнее время у нас это удается. Все больше и больше ребята увлекаются экстримом. Сноубординг есть трассовый и внетрасовый. Внетрасовый и сноубординг называются фрирайдом. Трассовое катание отличается и от фрирайда, что оно менее травмоопасно. Потому что по фрирайду ты не знаешь, куда ты едешь и можешь воткнуться то ли в дерево, то ли в камень. Если выбирать между фрирайдом и катанием на трассе, для меня все-таки фрирайд доставляет больше удовольствия. Потому что, во-первых, там нет людей практически, ты выбираешь сам путь, нет специально отведенных мест для катания. Но и в этом, мне кажется, больше экстрима, потому что ты не знаешь, что тебя ждет внизу. В этом и заключается экстрим. От этого ты получаешь больше эмоций. КОНЕЦ КОНЕЦ Фрирайд опасен именно тем, что ты не знаешь, куда ты едешь, ты выбираешь путь сам. Опасен тем, что можно сломать и руку, и ногу, можно и насмерть убиться, в принципе. Но опять же, здесь играет роль подготовленность райдера. Перед тем, как отправиться куда-либо, мы выбираем маршрут. Сначала выбираем гору, потом всячески изучаем маршрут. Чаще всего нам приходится подниматься все-таки пешком, потому что вертолет – дорогое удовольствие. Снегоходы тоже все бывают не по карману. Вот так что мы поднимаемся пешком. Но в некоторых горнолыжных курортах есть подъемники, которые поднимают именно на вершину. И ты уже с этой вершины можешь скатиться как по трассе, так и по фрирайде. Мы с трудом поднялись на это место. Сейчас пытаемся спуститься. Выбираем точку старта. В любом случае нужно рассчитывать свои силы и нельзя терять голову. Все люди чем-то занимаются, помимо работы и учебы и вообще семейной жизни. У каждого человека должно быть свое личное пространство. И именно когда мы занимаемся сноубордингом, это дает нам лишний заряд энергии, который помогает нам и в работе, и в жизни в общем. Именно в горах я чувствую себя по-настоящему дома. Это чувство нельзя передать словами. Чтобы меня понять, вам нужно побывать тут самим. Прочувствовать всю мощь, всю эту энергию, которая окружает нас. Думаю, время от времени нам просто необходимо воссоединяться с природой. Это дает нам новый заряд энергии. Кого не спросишь, всем нравятся горы. Кто-то смотрит на них на фотографиях, кто-то видит их в фильмах. Но, к сожалению, все чаще я вижу людей, которые думают, что не нуждаются в этом. Я отправляюсь туда добровольно. Ведь никакой экран не передаст то, что ты сможешь увидеть своими глазами. И если мы хотим достоверности, мы должны искать ее сами. Если честно, я новичок в этом деле. Но сноубординг уже стал для меня неизлечимой болезнью. Симптомы которой я глушу очередным спуском. Мы проделываем большой труд ради этих нескольких минут. Каждый спуск дает мне возможность поблизиться в детство. В те самые времена, когда мы искали все новые источники эмоций. Катались на санках, цеплялись проезжающие мимо машины. Маленькие экстремалы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok